Всем привет! Я Сергей. И поговорим об вот таком товарища, который в принципе за свою историю существования не претерпел каких-либо изменений. Причем меня это очень радует в этом смысле и удивляет. То есть все мы здесь утверждаем, что имеет место быть реформулировка, то есть изменение звучания и соответственно стойкость. Но то есть звучание это и есть раскрытие аромата и его так называемая стойкость. В том плане, что раскрытие может быть разным. Оно запрограммировано, как я говорил, что на несколько этапов, начало, середина и база. А вот есть ароматы, которые идут прямо в прямолинейном строчке. Все, здесь уже раскрытие по пирамиде оно не идет. То есть раскрытие по линейке так называемое идет. Здесь есть пирамиды, безусловно. И соответственно на него по каким-то причинам оно не распространилось. Данный объект я приобретал в... Блин, как был... Забыл, как его называют. Да, по-моему был интернет-магазин. А, нет, извиняюсь. Был обычный маленький магазинчик. Да, они бывают не стихийные магазинчики, а такой уже чисто конкретный. Правда он снимал в аренду там помещение, достаточно большое. Вот. И я уже цену не помню. Хотя нет, знаете, я наверное вру. Сейчас я вспомнил, я как раз параллельно маме покупал парфюм. Это было в одиннадцатом году. Это было в одиннадцатом году. Да, безусловно я Gucci by Gucci, классический такой темный флакон я приобретал о себе. Приобрел вот этот вот. Carolina Herrera CH. Ну, то есть так и называется CH. Первые выпуски, получается. Это выпуск десятого года. Сейчас я вам, если тут увидим... Я тут как-то пробивал его, смотрел вот по этому бачкоду, данному коду партии. 00741. И тут какая-то единица что ли еще. Какая-то фигня. Получше как-нибудь вам снятие. Вот так вот. Antonio Pioque. Esa. Испания. Не Франция, а Барселона. Вот таким способом. Да, 50 миллилитров. В одиннадцатом году я не рассчитывал на то, что я буду приобретать парфюмерию литрами. И, соответственно, у меня не было посыла на то, чтобы составлять их в какую-то коллекцию. Вот. Что касается самого парфюма, он... Ну, вот здесь он претерпел изменения, лишь только потому, что я недавно его вскрыл. Ну, посмотреть, кожа это натуральная или нет. То есть, насколько я знаю, натуральная кожа имеет рельефность, имеет поры. И если мы эти поры сейчас увидим... Вот это будет здорово. Видите, вот так что-либо показать. Солнце садится, и, соответственно, увидеть вы... Может, и не увидите, но посмотрим. Вроде бы видно эти поры. Они, безусловно, имеются. Как у натуральной кожи. Но есть даже искусственная кожа, которая выглядит как натуральная. То есть, всё хорошо просматривается. Вот такая вещь. Сейчас, соответственно, они претерпели изменения по внешнему виду, но не по внутреннему составу. Вот такая клёпка. Такой галстучек, соответственно. Ну, может быть, я и жалею о том, что я приобрёл только полтинник. Но, как говорится, что... Как сказать вам... Можно было её взять и побольше. Я вот тут её просматривал, как... Думаю, кожа, не кожа. Ну, вообще, в принципе, не заморачивался, пока не стал делать вам обзоры уже чисто конкретные по нему. Ну, вот здесь видно, что ткань... Блин. Ну, давай же. Вот здесь видно, что ткань... Ну, вот это вот белое, это кожа уже. То есть, вот эти лохмотья от кожи идут. Соответственно. Если вы не смотрите эту коричневую, да, часть, подложку вот эту... То вот это белое, это кусочки, вот это волосяные кусочки. Что говорит нам о том, что это натуральная кожа. То есть, намного ближе я уже, наверное, не смогу вам это всё сделать. Блин, фокусироваться немножко на другую сторону. Ну, вот так. Я думаю, что всем было понятно, что это натуральная кожа. То есть, специально для вас всё это отговорял, чтобы было всё это заметно. Назад я не приклею, наверное. Вот таким способом. Там, по-моему, металлическая вот эта вещь находится там внутри вот этой. Вот. На неё клеится вот сама кожа. Ладно, посмотрим, что сделать сможет. Итак. Каролина РРСН, там, они, по-моему, пишут про врантик то ли в девятом, то ли в десятом. Девят, по-моему, вышел. Флакон десятого года. Флакон простой. Такой полулёгкий. Ну, как? Вот так вот, можно сказать. Достаточно полулёгкий. Вот. Ну, и зеркальный, соответственно. Распыление, кстати, у этого бренда достаточно очень длинное. Сантиметров на 30 у него разбрызгивает это всё. Достаточно широкий факел. Не мелко, дисперсионный достаточно. И капли попадают. То есть, при распылении бывают ещё капли выходят. Вот. Но здесь не течёт, всё нормально. Цвет жидкости. Цвет жидкости сейчас немножко он претерпел такую изменённую часть. То есть, здесь он какой-то золотистый, что ли. Ну, вот. Вот. Но, когда солнце светит напрямую, он такой с розоватым оттягом отдаёт. Что могу сказать? Ну, внешне это, соответственно, без коробки. Потому что я коробку выкинул. Она мне не нужна была на тот момент. Потому что мне, как бы, ну, я не гришил тем, что, как я уже говорил, не собирался его, свою парфюмерию разводить до умопромочительного состояния. Поэтому о этом аромате конкретно могу сказать так, что первое, впервые, когда я его нанёс, мне понравилось. Но что мне понравилось? Мне понравилась его вкусная кожаность. Именно вкусная кожаность. Не просто сахарная. Потому что по истечению какого-то времени в ароматах... Это же синтетика. Тут никакого натурального компонента. Вы даже губу не разгводите. Не расшапыривайте её. Тут никакого натурального компонента. Это синтетика. Но что самое интересное? Обычно синтетики, они ничего, они не дают изменения. Ну, вообще, да, в принципе, они не дают изменения. Если синтетика не такая, не очень плотная. То есть, там до 100, до 150, до 500 компонентов химически. То тогда может и изменить звучание. По идее, синтетики не меняют звучание. Меняют звучание, если в парфюме есть натуральный компонент. Ходь один. А у одного натурального компонента десяток химических формул. То есть, химических соединений. Точнее, правильно сказать. Не формула. Формула это уже готовое соединение. А там химические соединения. То есть, формула это, к примеру, например, как вам сказать, эссенция майской розы. Вот эта формула. Чистая её. Там соединение нескольких десятков. Ну вот, по бензольному петну, по бензольному, по бензолу его определяют. И, соответственно, вычленяют те огрехи, которые не должна эта роза пахнуть. Ну, это такие тонкости, по примере. Итак, по данному товарищу, я могу сказать так, что он претерпел изменения в цвете. Чуть темнее стал. Потому что, когда он на серебристом фоне был, выглядел немножко, так знаете, полупрозрачным. Сейчас он, соответственно, потемнел. Ну, кажется, вроде бы жёлтый, да, золотистый даже. А при прямом попадании света, особенно, ну, даже искусственного, даже и естественного, то он такой розоватым оттенком. Что я обнаружил по звучанию, по стойкости. Стойкость у моего товарища, он всё-таки идёт в пределах шести часов. Это очень хорошо. При двух распылениях. А новоделы, которые сейчас продаются в сетевых магазинах, в принципе, то же самое. Пять-шесть часов. Всё. Изменение какого-то, ну, как я говорю, обычный там. Что вот он, через какое-то время он постоял, да, апробированный вот он, производство десятого года. А сейчас восемнадцатый год. В восемнадцатый год. То есть, я его приобрёл в одиннадцатом, там же апробировал. Семь лет прошло после апробирования. И я, кстати, вот этой, я не помню, есть ли у Каролины там эта баночка, открытая, с месяцем написанную, с количеством месяцев, сколько держать его. Неизвестно. В общем, он стал гуще. Не намного, но тяжелее. Итак, первое, что хотел бы сообщить вам о том, что когда вы приобретаете парфюмерию, и вы её апробируете, держите её в течение хотя бы года, ну, не больше, может быть, даже и меньше, на высоте выше своей головы. То есть, в квартире. Почему? Потому что выше вашей головы воздух теплее находится. Вот. Если нет, конечно, кондиционера в квартире. В этом случае, почему я об этом говорю? То есть, я заметил так, что вот по своим старым товарищам вижу, что, соответственно, вот они в более тёплой и комфортной стези находились. И когда я их потом уже переложил более низкую, такую, стал перекладывать в более прохладную сторону, то они не стали разрушаться. В смысле? В смысле того, что когда при первом нанесении я услышал свежесть. Именно какую-то травянистую свежесть. Сейчас вот этой свежести нет. Она как-то немножко так преобразовала парфюм в начале, вот, как вам определить, в начале его раскрытия. Мне это нравилось. И сейчас этой зеленушки её нет. Сейчас есть древесно-кожаный сахар. То есть, древесность, она влажная, кожанность, она сухая. И сахар, то, как пахнет сахар. Тут открываете сахарницу и вдыхаете аромат. Вот так пахнет сахар. Сахарная кожа в древесном обравлении. В сухом древесном... В сыром древесном обравлении сухая сахарная кожа. То есть, здесь уже, знаете, такой посыл идёт. Вот, как некоторые утверждают, что парфюмы начинают перезревать. Но перезревают они лишь только потому, что если вы постоянно их можете держать в более тёплом диапазоне, чем, нежели это можно было бы сделать наоборот. К примеру, если у вас, например, на высоте не выше колена находятся парфюмы, то это хорошо. Но, если вы их только что купили и апробировали, то это плохо. Это означает, что вам придётся, как сказать, им сделать дозреваемое своё. Я почему-то стал замечать это, потому что некоторые парфюмы, например, тот же самый интерлюд мужской, и через... когда я его апробировал первый раз, да, вроде бы мне понравилось, но это было вроде бы. Что-то я не нашёл для него интересную вещь и оставил его на год. Правда, я его апробировал раза четыре, и он у меня дозрел. И теперь я его с тяжёлой такой своей совестью не могу носить его постоянно. Реально просто душно. Поэтому и эти ароматы, и новые ароматы... Смотрите так, что вот, если есть возможность, например, новые ароматы, подержали год наверху, ну, выше головы, можно на расстояние своей головы. В принципе, метр семьдесят тоже хорошая высота. Ну, и ещё лучше. Можете прям под антресоль и под потолок поставить. Нитки какие-то стали лазить. Вот, видите, отторвал. Поэтому, если есть возможность, держите новые парфюмы. А апробированные, именно апробированные, неапробированные парфюмы могут валяться где угодно. В принципе, неапробированный парфюм может и находиться и в тепле. Ну, в нормальной комнатной температуре. По данному товарищу, я вам скажу так, что некоторые парфюмы я уже стал просто снижать на уровень ниже колена. То есть, чтобы они у меня находились в более прохладной стези и не мешали, не изменяли своё полное звучание. То есть, так же и с вином, по-моему. Я так понимаю, что некоторое вино, чтобы оно больше забродило, загуляло, возможно, подстарело, его помещают в более верхнюю полку. А то, которое уже пришло срок ее скоро открывать, к примеру, в бутылку, его помещают ниже. Ну, это моё мнение. Вот, я так считаю. Потому что я заметил, что когда парфюмы долго держишь на более совсем тёплым-тёплым, там, 30 градусов, да, к примеру, то, я так полагаю, что синтетика или даже натуральный компонент, особенно натуральный компонент, быстро может выпасть в осадок. Ну, здесь тоже раз на раз не приходится тут натуральный компонент и другой натуральный компонент. Это большая разница, очень большая. Тут их сравнивать одинаково нельзя. Поэтому по данному сегменту шлейфовость у него приличная, метра два, оставляет даже след. Знаете, некоторым даже кажется, что вишневостью отдаётся. Но я бы не сказал. Всё-таки такая вот воздушно-сахарная кожа, да, вот именно воздушно, как вдыхаете сахар, воздушно-сахарная кожа в древесном обрамлении, именно в сыром. Вот я так полагаю, что вот некоторые могут подумать, что верхние ноты разрушаются. Да, есть такое понятие о разрушении верхних нот, о соответствии, что цитрусы, все более такие слабенькие вещи, они, ну, как, например, травка какая-нибудь, они распадаются очень быстро, примерно за три года, как многие утверждают. Но есть такое понятие, как сохранность и сублимация. Вот эта сублимация, это соотношение, как вам определить, это соотношение базовых нот, которые находятся ниже, которые раскрываются в базе, в шлейфе, и они держат верхушку. Вот эта сублимация очень, кстати, дорогого стоит, чтобы химики нахерачили туда столько компонентов химических, чтобы верхушки не разрушались. Верхушки разрушаются из-за дешевости аромата, к примеру. Ну, вот тут та же самая императрица, извините меня, но она разрушается очень быстро. То есть вы знаете, как выглядит флакон, я тоже знаю. В принципе, у меня была четверка императоров. Четверка императоров – это уже просто сухофрукты, и все. Так, ну не об этом, не о том. Данный аромат под ценовой политики я, вы знаете, я не помню, за сколько... А, нет. Наверное, помню. Наверное, 2,5 он у меня стоил в 2011 году. Это очень дорого. Безусловно, это очень дорого. Теперь вы понимаете, почему в интернет-магазине они дешевле. Полтинник даже. 2,5 я дал в этом магазинчике. Ну, вы сами понимаете, почему. Потому что аренда, потому что зарплата, коммунальный, вода, свет и так далее. То есть, еще раз покажу вам конкретно. Я видел копию CH, вот видно даже пору. Вы знаете, она даже рядом не стояла. Я видел идеальную копию CH Sport. Но такую вонь, то, что издавал этот флакон, я просто не слышал нигде. Вот так вот. То есть, идеальный был флакон Sport. Он таким тканем там был сделан. Тканевое обрамление. Ну, такую вонь я запомнил навсегда. Ну, просто реально идеально. Я мог ошибиться прям вот просто при выборе, если бы захотел бы спорт взять. Но я спортивные обычно не беру. Я их это... От них отхожу очень быстро. То есть, я не вкуриваю их. Поэтому достаточно красивый дизайн мне понравился. Вот классический Каролина РРА. И, соответственно... Больше я не стал приобретать. Да, соответственно, вот со временем все очень быстро приедается. Я понимаю, почему. Потому что парфюмерии очень много. И разновидностей парфюмерии очень много. И ее нельзя как бы ставить выше своих интересов. В том плане, что нужно понимать, что нужен ли он вам. Хочу сказать, что новое исполнение Каролины РРА-Сиаши, которая уже есть... Она сначала у них уже была по-другому сделана. Вот этот CH-логотипчик был вот здесь. Сделан вот. CH вот так было металлический. Без галстука. А сейчас уже получается он полностью обрамлен вот этой кожей. Ну, если это кожа уже продается. В кожаном храме. Не знаю точно. Вот старичок первый, почти что первый, да, в выпуске. Ну, на тот момент, 11-й год, 10-й, даже 10-й год, были запреты. Но это чистая химия, я ему говорю. Он не поменял звучание. Что новую я слушал сейчас на руке. Что этот затестил. Ну, разница в часах небольшая. То есть, изменения он не претерпел. В принципе, если кому интересно будет, можете послушать его об этом. Ну, кому не слышится вишня. Мне все-таки слышится сахарная такая, воздушная сахарная кожа. Но кожанность, вы знаете, она все-таки такая... Ну, если в плане женщины выбирать, все-таки женский вариант слишком слащал, я хочу сказать. Женщина может попробовать, в принципе, вот такие вещи. Но хочу вам еще раз заметить одно. Что этот вариант очень старенький. То есть, он насытился, окислился, как ему нужно было. И все. То есть, он стал гуще. Намного интереснее и привлекательнее по аромату. Он стал очень густым. Есть ароматы, которые действительно просто начинают душить. Это не есть плохо. Это есть нормально. Просто наносить такой аромат уже нужно просто меньше. Вот и все. Вот такая логика очень странная у производителей. Что если ты приобретаешь, аромат тебе нравится, он такой легкий, воздушный. А через пять лет он становится очень плотным. Некоторые ароматы разрушаются, особенно верхние ноты. И вы тогда не понимаете, что с ароматом случилось. Но здесь я как говорил, что тут раз на раз не приходится. Поэтому в этом случае считайте, что выбор ароматов это очень такое нитку оторвают. Выбор аромата это все-таки ваше мнение, ваше решение. Но я рассказал только то, что я вот слышал о нем. И то, какой он есть сейчас наверняка. Вот. Поэтому выбирать это молодому пацану, ну я думаю, что нет. Это все-таки такой, знаете, ближе... Это даже не офисный аромат. Это в основном, если вы где-нибудь на складах работаете, то здорово будет звучать. Более так шикарно. Шикарно. Шлиф, конечно, у него, когда в теплом помещении, там метров на 5-8 может быть. А вот если в прохладу, я в прохладу его таскаю. Вот сейчас, например, апрель месяц плюс 5, плюс 2. Самое место ему. Самое место. Просто там получается такой холодный сахар. Образуется и все. Древесности мало. В жару больше древесности, меньше кожаности. Древесно-сладкий такой оттенок. Но ванили тут точно нет. Вот. В принципе, такой короткий окус о данном сегменте. Ну, больше я ничего не могу вам сообщить. То есть, вся пирамида, которая там написана на программите, я не знаю, что она там. Какие-то трава, какие-то цитрусы. Ну, травность была. Травка мне нравилась. Но сейчас она как-то исчезла все-таки. Полагаю, что действительно, возможно, и разрушился вот этот аккорд. И со временем все это доразрушится. Ну, если еще лет 10 пройдет, если я его не использую, то повторно сделаю обзор еще через 10 лет. Тоже было бы неплохо, конечно, да. Существует мнение, что, как я говорил, что, безусловно, держать парфюмерию нужно в оптимальных условиях. Носить ее с собой ни к чему лучше использовать на том азе. И если вы приобретаете парфюмерию новую, используйте ее, Децел, на пару месяцев. И оставьте через год, опробуйте ее еще раз. И посмотрите, что она изменилась именно в теплом помещении. А потом ее пересаживайте, переставляйте более на низкую планку, на низкую полку. Это сохранит парфюм, в принципе, на очень долгие года. Вот все, что я хотел об этом сообщить. В принципе, все, спасибо.